Здравствуйте! Вещание телеканала ЛРТ продолжает программа «Диалог с главой». Мы в прямом эфире и мы ждем ваших вопросов по телефону нашей студии 8 498 642 19 50 и 8 498 642 19 52. Сегодня глава городского округа Люберца Владимир Ужицкий расскажет о работе коммунальных служб прошедшей зимой, о проведении массовой вакцинации, а также мы обсудим планы на текущий год и то, каким же образом округ возвращается к прежней жизни после снятия ограничительных мер. Присоединяйтесь к нам. Здравствуйте, Владимир Петрович. Добрый вечер, Наташа, добрый вечер. Все, кто нас сегодня слышит. Да, Владимир Петрович, ну прошедшая зима со своими осадками, морозами, она, конечно, бросила вызов и всем нам, и уж тем более дорожникам, коммунальщикам, да, таким образом четко показала и дала понять, что нужно действительно тщательно и своевременно готовиться к холодам. Вот скажите, как справлялись и продолжают справляться коммунальщики с возникшими проблемами? Ну то, что зима и в нашей полосе она бывает разной. Если я смотрю прошлую зиму, то и снега не было, и морозов особо не было. Была ли зима прошлая? Да, и как бы мы тоже этому радовались, хотя мы убеждали, я в том году ни разу, по сути, на лыжи не катался. Ну в этом году немножко по-другому. Но сегодня, ну не сегодня, а в этом году снега, наверное, выпало, значит, в зачет прошлой зимы. Да. Потому что, как говорят синоптики, кто наблюдает за погодой, за выпаданием снега, значит, подобное, что это было 46 лет назад. Ну, по количеству снега. Да, 48 лет у меня нормация. 48, 48, 46, да, ну не важно, почти 50 лет. Понятно, что раз в 50 лет вот такая бывает стихия, и это некое испытание. Понятно, что сегодня, с тем, что вот я присутствую во всех социальных сетях, и мы рассматриваем, что все, кто обращается в социальные сети, это человек пришел на личный прием. Мы это фиксируем, стремимся ответить, стремимся принять меры. И понятно, что идет много жалоб, нареканий, люди возмущаются, потому что когда снег шел, и понятно, что люди хотят, чтобы снег вот падает, надо его сразу убирать. И понятно, что это надо реально это делать. Но суть в том, что несколько дней шел снег, и трафик транспорта у нас, ну, огромен, но у нас норматив превышает несколько раз. То есть по тому нормативу, как у нас дороги, значит, транспорта, что там 20,5 раза больше, чем ее должно быть. И суть в том, что когда такой поток транспорта, идет снег, то никакая техника в целом не в состоянии этот снегу убрать. Потому что снег сразу, он, будем говорить, его вкатывают в асфальт, и этот снег прилегает. И в этом бы то же самое произошло. И суть в том, что где-то мы успевали чистить, где-то нет. И когда снег укатали, по большому счету, асфальт, а у нас еще есть другая проблема. Это не проблема, но так сложилось. Так получается, что у нас сегодня в реконструкции и Октябрьский проспект, и Урал-5 на Рязанское шоссе. Понятно, что когда придет 22-23 год, немножко движение будет лучше, потому что расширится Урал-5, будет мост через Москва-реку, обойдет поселок Октябрьский, транспорт с Хрозняком пойдет. И мы, конечно, в реконструкции Октябрьский проспект. И это тоже будет другое движение. Не будет наземных переходов, все подземные, будет эстакады. То есть транспорт будет, я оценю, в 23-м году лететь. Но сегодня 21-й год. И когда дороги сужены, иногда будет авария. А когда снег, то движение замедлено. И, понятно, пробки. И я помню, я сам был за рулем в тот день, когда снег шел. Ну, я ехал домой там где-то порядка двух часов, скажем, где-то с района Жулебина до Малаховки. Потому что транспорт почти стоял. Особенно на взгорках, особенно большие грузы буксовали. И это некая проблема, и, конечно, не возмущается. Когда мы уже начали убирать, где-то мы убрали, где-то нет, а надо было убрать вот этот укатанный снег. Это может только грейдер. У нас в зиму два грейдера. И, понятно, их всегда хватало. Их всегда хватало, потому что грейдер мы редко применяем. Где-то если снегу катали, особенно в частном секторе, в проулках. Там Милино, Красково, Малаховка. По-нашему мы всегда воспривали честь. А грейдер это, скажем, водитель грейдера тракторист. Но с определенными навыками. То есть есть тракторист, а есть бульдозерист. Это разные. Тот и тот тракторист, только тот обучен работать еще и с лопатой, которая впереди бульдозера. Я вообще так говорю, потому что я все время, обучаясь в горном институте, я два строя отряда работал бульдозеристом. У меня есть и права на трактористы. Поэтому я знаю это ремесло лично. Грейдер это другое мастерство, потому что та же лопата, она внизу. Другой системы управления. Тоже надо иметь навыки. Сегодня походить и поискать, кто будет работать на грейдере, это тоже проблема. Я даже давал объявление. Потому что грейдеристы у нас работали по 14-16 часов. Мы их просили, мы им оплату гарантировали и так далее. Но человек же он не железный, он двое суток, третье. И он тоже падает, и он говорит, деньги мне не нужны, и он реально не может. И поэтому вот эти такие проблемы, тем не менее, я хочу сказать на сегодняшний день, как бы то ни было, сейчас мы вспоминаем снегопад, мы движение в городе не парализовали. У нас было движение и по Октябрьевскому, и по Уралу, и по Егорьевке, и по Зининскому шоссе. Да, где-то оно было замедлено, мы не парализовали. Мы в целом наши дворовые территории тоже удержали. Поэтому тоже в этом плане у нас, как бы скажем, мы движение не парализовали. Хотя по ряду территорий такие факты имели место быть. Поэтому я сегодня хотел бы сказать слова благодарности нашими дорожниками, коммунальщикам. Потому что люди старались, старались, вот мои заместители, они выходили и ночью, и, скажем, 3-4 часа утра, там, или эта ночь была. И мы ситуацию удерживали. Другое дело, потом оттепли пошли. Оттепли другая история, потому что где-то мы снег вывезли, а где-то просто не было возможности его вывозить. Поэтому где-то он был складирован. Значит, где-то навал этого снега, все начало потекать. Где-то снег утрамбован, оттепель, значит, появляются какие-то, ну, провалы в этом снегу, ее надо убирать. И тоже мы поставили задачу и управляющим компаниям. А у нас управляющих компаний сегодня, ну, чтобы наши жители знали, у нас 30 управляющих компаний, я по памяти скажу, у нас 20, это, значит, 20 компаний у нас ТСЖ и ЖСК-16. Все разные, работают по-разному. Вот я на сегодняшний день провожу, и до сих пор, мы это, скажем, еще до снегопада внедрили, когда сложа ситуация, 20.00, мы проводим совещание, сегодня есть возможность, мы ее называем, значит, видеоконференция, где все на связи, где мы, мои специалисты, готовят некую презентацию с фотографиями, с фотоотчетами. И мы просто показываем, потом мы анализируем все, что происходит в социальных сетях, в социальных сетях вытаскиваем информацию, и стремимся это каким-то образом, значит, проанализировать, поставить задачи и устранять там, где есть вопросы. Но, когда пошла оттепель, таких вопросов много. У нас есть другая проблема, это все, что связано с ливневкой, значит, у нас ее не везде есть, но и в микрорайонах есть, а в целом по городу нет. У меня сейчас вот в реконструкции Октябрьский проспект, вот ливневая канализация пройдет по всему Октябрьскому проспекту, мы в эту ливневую канализацию, значит, стащим все, что, скажем, с прилегающих территорий. Цена вопроса вот этой ливневки, которая дальше пойдет аж на Некрасовку, порядка более миллиарда рублей денег. Эти все вопросы, они достаточно недешевые, но, тем не менее, мы это понимаем, заложили, но это в перспективе. А сегодня понятно, что есть потопление, и люди жалуются, у нас сегодня в усиленном режиме работает водоканал, у нас есть там помпы, мы обязываем управленческой компании закупать, значит, эти помпы где-то воду откачивать, перекачивать, потому что столько снега выпало, и когда был минус там 20, а сегодня плюс 5 или плюс 6, и это все тает, и когда это подталивает, понятно, что деваться некуда, нет ливневки, да и земля еще прям мёрзла, и есть проблемы определенные. Мы их понимаем, мы знаем, и мы стремимся решать. То, что нас критикуют, делают и оценивают правильно, мы на это ориентируемся, стремимся эти все вопросы, которые поднимаются, решать. Я сегодня хотел бы отдельные слова сказать, благодарность жителям, когда после обильных снегопадов, и я сам ходил по территории, когда человек где-то находил лопату, он мог сидеть в управляющей компании, по крайней мере, откапывал свою машину, расчищал хотя бы свою парковку, проход до подъезда, он помогал коммунальщикам, потому что, я вам скажу, у нас где-то в коммунальных службах сегодня работает порядка там 1200-1300 человек, но когда такой вал снега с небес, то понятно, значит, мы же не можем держать у себя там 2500, но у нас вышло жителей по нашему анализу более 2500 человек, этим людям говорю спасибо. Некоторые на диване нас критиковали, но им тоже говорим спасибо, потому что они нам подсказывали, на что надо обратить внимание. Конечно, критика тоже хорошая. Поэтому суть в том, что мы в целом ситуацию удержали. Я вам скажу, мы обычно по году, в прошлом году мы где-то высыпали песчано-соляные смеси, где-то порядка 12 тысяч что. В этом году мы же высыпали порядка 19 тысяч что, потому что и снега много, и налить, и мы дороги стремимся удержать, и, скажем, вот эти песчано-соляные смеси, они, будем говорить, не дешевые, хотя тонна стоит где-то порядка 1600 рублей. Мы, когда начали, снег вот был, и на горках буксовали автомобили, то мы купили, чем Москва посыпает, вот центральные улицы, тоже смесь, реагент, уже тонна стоит 22 тысячи рублей, это другие совершенно деньги. Но мы купили 30 тонн, и я говорил, ведрами носим, у нас 8 таких мест, где именно под горку машины идут, и там, чтобы не скользили, те места мы, конечно, обработали уже вот этим реагентом. Таким образом, мы как-то ситуацию удерживали. Но я повторяю, мы живем на те деньги, которые у нас есть, значит, закупаем эти смеси на те деньги, которые у нас есть. Конечно, лучше выкупить смесь не за 1600, а за 22, и этой смесью посыпать, это точно все тает. Но у нас нет такой возможности. А для таких смесей еще и нужна определенная ливневка, которой у нас тоже нет. У нас есть свои вопросы, но я говорю, когда мы себя сравним с Москвой, а я говорю, мы Московский регион, и это абсолютная правда, потому что Люберцы, по сути, это Москва, а может Москва это Люберцы, да? Но точно, значит, Рязанская область или Тамбовск, они завидуют Люберцам, потому что у нас все-таки другие возможности. Мы и со снегом справились. Кто в те дни бывал, когда снега было много, в Москве или у нас, у меня просто были звонки, но у нас, я не знаю, что у нас было лучше, у нас точно было не хуже. И мы с этой задачей справились. Да, сегодня мы работаем, работают коммунальщики, потому что нужно избавиться, где-то есть укатанный снег на междворовых территориях, надо его оттуда выбирать. Где-то не до конца, значит, вычистили во дворах, потому что ставлю задачу, до асфальта надо, до плитки чистить. И в основном мы это делаем и сделали. У нас есть по некоторым компаниям такие провалы, хотя мы их тренируем. Вот много жалоб поступает Красная Горка, компания Пики в разборках, и они обещают, клянутся, что будет порядок наведен. Есть небольшие. У нас вот компания Стимул, и мы ее сегодня по большому счету даны мои распоряжения, и мы ее будем менять, потому что слабо справляются. Повторяю, справиться в такой снегопад, в такую зиму крайне сложно. Но кто-то справляется, кто-то не очень. Те, кто не очень, мы видим, что они, скажем, проваливаются и не вытягивают. Понятно, что мы с ними будем расставаться, и других вариантов нет. Но здесь пальма первенства тоже за жителями, где жители активны, потому что, в конечном итоге, мы можем предлагать, но жители избирают. Жители своими голосами, руками, кнопочками, потому что сегодня есть у нас электронное голосование. В праве избрать ту компанию управляющую, которая в состоянии держать территорию на уровне. Ну, а что-то дорог, я уже об этом сказал, я не буду тут распыляться. Я думаю, если будут какие-то вопросы и так далее, я на них отвечу. Но все-таки коммунальщики в целом, дорожники, как бы это ни было, мы их ругаем, я это тоже делаю, но в целом ситуацию они удержали. Все-таки удержали. Да, Владимир Петрович, вот вы верно отметили активность жителей, у нас как раз на эту тему есть сюжет. Действительно, среди люберчан нашлись активисты, которые взяли лопаты в руки и пошли убирать снег. Вот давайте более подробно посмотрим. Давайте посмотрим, хорошо. Зима в этом году испытывает нас на прочность. То рекордные морозы, то сильнейшие осадки. Выплывший снег парализовал движение на дорогах, пробираться к подъездам приходилось через метровые сугробы. Но есть в Люберцах дворы, которые стихия словно обошла стороной. Чистые заезды, парковочные места, пешеходные дорожки и детские площадки. Секрет прост. Неравнодушные жители сами берут лопаты и выходят на помощь управляющим компаниям. Так уже несколько лет подряд инициативная группа жителей дома на Октябрьском проспекте помогает люберецкому жилищному тресту чистить и благоустраивать свой двор. В этом году у нас вообще никаких нареканий не было к обслуживающей компании, потому что они добросовестно выполняли свои должностные обязанности. А мы им, конечно, помогали там, где не проедет техника, там, где можно было убрать и подъезды, и детские площадки. Вместе с активистами движения «Мой двор, мой город» на помощь коммунальщикам вышли люберчане. Учителя и родители вместе с представителями Управления образования расчищали дороги к школам и детским садам. Сотрудники предприятий боролись со стихией на своих территориях. Молодежь и волонтеры помогали расчищать путь к знаниям для подрастающего поколения. Помогаю дорожникам расчищать парковочные места под автотранспорт. В период сильных снегопадов сотрудники коммунальных и дорожных служб и управляющих компаний работали в круглосуточном режиме. В Люберцах было задействовано порядка 400 единиц техники и больше 3000 человек. Но даже этого оказалось мало. На помощь приходили неравнодушные люберчане больше 2500. И такая помощь всегда кстати. Ведь только вместе мы сможем сделать наш город чистым, комфортным и красивым. Владимир Петрович, ну вот насколько действительно такая помощь активистов сокращает работу коммунальщикам? Что вам сами коммунальщики по этому поводу говорят? Вы знаете, в такие периоды любая помощь это помощь. И конечно коммунальщики благодарны. И вот вы показали сюжет, там вот Андрей Курганов, он достаточно активный сам по себе человек. Он, я скажу так, за словом в карман не лезет. Он нас порой критикует. И я ему говорю спасибо. Подсказывает тоже ему за это спасибо. Но он чем активен? Он активен тем, что когда вот подобные вещи возникают, то он берет лопату. Один из первых. Да, идет и работает. Он массу вопросов решил, что касается придомовой территории, обустройства придомовой территории. Он достаточно активно занимается спортом, популяризирует спорт, сам парень спортивный. Поэтому он увлекает и нас где-то достает, но он и вопросы решает. Таким мы говорим всегда спасибо. Много нас таких людей или мало? Я скажу немало. Но хотелось бы, чтобы было их больше. Потому что мы же по целому ряду вопросов решаем сами различные проблемы на территории. Это от организации какого-то субботника, посадка деревьев. Потом летом сопровождаем все, что связано с удержанием территории. Зима, понятно, снег и прочее. И вот такие, как Андрей, нам помогают. А так уже, как я уже говорил, было сказано, где-то вышло более 2,5 тысяч человек. Мне были звонки, в сети писали. Вот мы выходим, где лопату взять? Ну, я даю там своим поручение, значит, управочка компания. Этих людей находили, лопаты давали, подсказывали. То есть нормально. Но я скажу, я об этом хотел тоже сказать. Есть отдельная тема. Вот машина прошла либо трактор, дорогу почистили, он откапывает свою машину, и этот снег прямо на... Рядышком с другой машиной. Прямо на дорогу, которая была почищена. Даже на дорогу. А потом возмущается, плохо чистит. Особенно много таких вопросов по частному сектору. Вот по частному сектору, и я даже к ним выезжал, значит, и попросил сосед, он сам снег бросает влево-вправо, а два соседа рядышком, они вот то, что от гаража, от проезда, прямо на проезжую часть. И он выехать не может. И такие люди есть. Хотя какая тебе разница? Возьми лопату и кинь его не на проезжую часть, а влево-влево-вправо. Либо перенеси через дорогу. Но это уже другая история, и люди многое не понимают. Но в плане возмущения они первыми, потому что не чистят. Но как ты ее почистишь, когда он выбросил на дорогу, а дальше машина идет, и получается сугроб, колдобины. Потом это все укатали, а потом сейчас оно тает, машина проваливается, и там же ямы получаются. Поэтому тут мы еще, кроме того, что я даю себе отчет, мы где-то недорабатываем, еще я просьба к жителям как-то вот таким подсказывать, что принеси этот снег, две лопаты не на дорогу, а кинь его там на 3 метра куда-то в сторонку. Что у нас на придомовых территориях, что это у нас в частном секторе. Люди у нас разные. Повторяю, люди, которые активные и понимающие, их гораздо больше. Но есть немножко другая категория. Но она, кстати, нас и очень сильно критикует. Потому что вот он не видит, чем он занимается, а нас он видит. За что им тоже спасибо. Да, везде можно найти хорошее. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Говорите. Меня зовут Куликова Юлия. Я жительница 1-го Панковского проезда, дом 1, корпус 2. Так. У меня вопрос по благоустройству. Мы в этом году попали в программу благоустройства. Так, Юля. Мне бы хотелось оговорить благоустройство нашей контейнерной площадки. Нашей контейнерной площадки. Так, хорошо. Там постоянно мусор. Мусоровозы не могут подъехать, потому что запаркованы машины около этой контейнерной площадки. Хотелось бы благоустроить ее, чтобы площадка была с воротами, с навесом, потому что мусор разлетается под воротами. Юля, я ваш вопрос понял. Я думаю, вы моим коллегам там оставили свой телефон. Скорее, у вас управляющая компания ЛГЖТ. После эфира тоже дам поручение. Мы поставим на контроль. В том плане, что будет вопрос, я на это еще отвечу по благоустройству. Но мы в этом году планируем обустроить 39 дворов. В том числе контейнерной площадки. Что касается вашего вопроса, мы посмотрим, какие там есть проблемы. Я не знаю, вы в плане или нет. Мы это уточним вместе с вами. Я допускаю, вдруг даже и не в плане. Что касается контейнерной площадки, я себе записал. Мы попробуем там навести порядок. Спасибо, Владимир Петрович. Спасибо, Юлия, за вопросы. Напоминаю, это программа «Диалог с главой». Мы в прямом эфире. Мы ждем ваших вопросов по телефону студии 8 498 642 19 50 и 8 498 642 1952. Ну что ж, тема борьбы с коронавирусной инфекцией остается одной из самых главных. К сожалению, в мире пока не удается задушить эту болезнь и не удается предотвратить все негативные последствия, связанные с этим. О том, чем же действительно страшен ковид, узнаем из следующего сюжета. Уже больше года весь мир борется с опасным и беспощадным врагом. Впервые ковид-19 обнаружили в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Ровно через месяц он дошел до России. Жительницу Люберец Елену Верховых болезнь застала весной. Страшная картина в той самой красной зоне, которую она видела по телевизору, оказалась перед глазами. Эта картина такая ужасная, потому что рядом люди, которые, бабулечки, на фоне коронавируса они, ну то есть, отнимаются ноги. И, конечно, психологически было безумно тяжело, когда привозят, а через день уже человека нет. Если год назад этот вирус поражал в основном пожилых людей, то сейчас он не щадит никого. Заболевание очень агрессивное. Очень агрессивное, оно не дифференцирует молодой или старческий возраст, поражает абсолютно всех. И иногда течение заболевания, исходы заболевания не связаны с сопутствующими патологиями. Осложнения после ковид-19 нередко приводят к инвалидности. Последствием заболевания может стать фиброз легких, что приводит к дыхательной недостаточности и нарушению функций органов. А это, в свою очередь, может привести к летальному исходу. К сожалению, с случаями инсультов и инфарктов в результате коронавирусной инфекции мы сталкиваемся ежедневно. И это не зависит от возраста. В первую волну мы наблюдали меньше таких осложнений, мы умирали больше от пневмонии. Сейчас это поражение всех внутренних органов, включая еще и головной мозг. За весь период пандемии, с весны 2020 года, ковид-19 забрал жизни порядка 350 жителей городского округа Люберцы. 27 человек – это молодые люди, которые не имели хронических заболеваний, но победить вирус, тем не менее, не смогли. Задуматься о серьезности ситуации заставляют истории людей, чьи родственники или друзья стали жертвами коварной болезни. Сначала у меня заболел мой однокурсник, и болезнь, вроде бы он уже начал поправляться, но болезнь нанесла несокрушимый удар по его иммунной системе, и в 33 года он скончался. У него осталось трое детей, у него осталась молодая вдова. Потом болезнь приблизилась лично ко мне еще ближе, скончался мой крестный, этот человек, которого, ну что говорить, действительно, я очень сильно любила, я росла у него на глазах. И таких историй по всей стране невероятное множество. На сегодняшний день в России зафиксировано более 75 тысяч летальных исходов от ковид-19. Сейчас борьба с коронавирусом вышла на финишную прямую. Российские ученые разработали вакцину, способную защитить население от этой болезни. Теперь остается только воспользоваться этой возможностью. Окончательно справиться с недугом поможет только коллективный иммунитет. Для этого необходимо привить 60% населения. Сегодня каждый человек – это звено одной большой цепи. Каждый несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь своих близких. Ждать ничего не нужно. В настоящее время в нашем распоряжении имеются две вакцины. Это гамм-ковид-вак и эпи-вак-корона. Обе вакцины доказали свою эффективность и безопасность. И нет никаких оснований выбирать ту или иную вакцину. Нужно прививаться к вакцине, которая есть в настоящее время в наличии. А у нас имеется достаточный запас вакцины, чтобы привить всех желающих бесплатно и в сжатые сроки. Но перед тем, как принимать решение, послушайте еще людей, которые знают о коронавирусе не понаслышке. Того, кто переболел, кто потерял близких, кто на протяжении года спасает людей от смертельного недуга. Я ни в коем случае не хочу пройти через это во второй раз. Как только у меня пропадут антитела, я обязательно пойду сделаю прививку. К сожалению, очень много потерь. Иногда наши силы бывают бессильны, хотя мы максимум стараемся помочь этим пациентам. Я всех призываю воспользоваться этим бесплатным вакцинированием, да, и защитить себя и своих близких, поскольку это единственная мера профилактики. Как человек, который пострадал, которому этот вирус сделал больно, который добавил горе мне, моей семье, моим друзьям, я считаю, что прививаться не просто надо, а обязательно. А просто решите для себя, подумайте. Вы страдать хотите? Вирус может застать врасплох в любую минуту и совсем неожиданно. Тяжелые последствия COVID-19 не заставят себя долго ждать. Отказ от прививки – это отложенная смерть на неопределенный срок. Ну, еще 18 января президент России Владимир Путин дал поручение о массовой вакцинации в стране. Вот, Владимир Петрович, как в нашем округе налажена эта работа и сколько жителей уже получили вакцину? Ну, эта работа, будем говорить, я оцениваю, что мы в начале пути. Хотя мы об этом много говорим. Мы привлекаем наш актив, нашу общественность. Сегодня я, мои заместители, мы к этой теме подключили медиков, именно медиков с точки зрения хотите пропаганды, хотите агитации, хотите просто разъяснение среди жителей, чем опасен COVID. Почему надо делать вакцинацию? Ну, у нас же, как говорят, есть чисто русская поговорка. Пока гром не грянет, мужик не прикрестится. И все в ожидании. Хотя я уже много раз говорил, был мая-июнь прошлого года, и когда говорили, надо маски носить, нужна дезинфекция рук, нужно соблюдать правила Роспотребнадзора. Многие отмахивались, говорили, это политика, это там типа обманывают, нас засадили тут, значит, где-то по домам, по квартирам, возмущались. Я часто езжу в метро, тогда в метро заходишь, я сам ходил, кстати, без маски, значит, единицы в масках. Сегодня в метро я захожу, единицы без масок, все в масках. И сегодня нет разговоров, что там политика и так далее. Все понимают. Почему? Потому что сегодня в окружении каждого из нас приболевшие, кто-то тяжело приболел, и почти в нашей орбите, кого мы знаем, есть умершие, умершие разного возраста. И 30, и 35, 45, ну и 70. Ну, 70 или 80, говорят, ну там можно рассуждать. А когда ребята 30-35 лет умирают, это другая совершенно история, и могли бы жить. На те, которые 70, в них не было особой хроник, они бы еще прожили какое-то время, там 10-20 лет, но их, они ушли из жизни. Значит, и поэтому я оцениваю учеными, ну, нам досталось, я оценю хорошее наследство в плане науки, медицины, много критики в адрес Советского Союза, советского прошлого. Но в данном случае мы сегодня пожинаем плоды, которые были заложены в годы Советской власти, в Советском Союзе, и поэтому это все, что касается вакцин, это все, что касается производства вакцин, вот эта школа академическая, научная, значит, что касается вирусологии, это тоже оттуда все тянется. И мы, слава Богу, одни из первых в мире эту вакцину и сделали, и произвели, и сегодня она, по сути, в свободном доступе. И мы сегодня ходим, уговариваем, я скажу, особых очередей нет. Да, мы сегодня вакцинировали больше 10 тысяч человек. 10 тысяч. Больше 10. Более, да, да. У нас где-то в сутки сегодня вакцинируются вот последние дни, может, то, что мы агитируем, я вот говорю, сейчас мы над тем поговорим, где-то 300-500 человек. Но мы должны в сутки вакцинировать, я сейчас скажу, мы должны до сентября месяца, у нас есть задача такая, я это не скрываю, сегодня есть президент Российской Федерации, есть ученые, наука об этом говорит, задачу ставит губернатор Андреевич Воробьев. Не менее 60% населения должно быть вакцинировано. Тогда создается некий популяционный иммунитет. Потому что, как-то вслух особо не говорят, но есть ресурсы. Понятно, есть природные ресурсы, на это Россия богата. Есть какие-то материальные ресурсы, но есть чисто человеческие ресурсы. И это самый важный, дорогой ресурс для государства. И государство сегодня тратит деньги, по сути, бесплатно вакцинирует, задача сохранить русскую популяцию. То есть популяцию птиц. Понятно, что птицы надо сохранять. Популяция животных. Но на языке, скажем, ученых, есть человеческая популяция, а есть чисто российская, русская популяция. Я в это слово вкладываю огромные просторы России, где живут самые разные национальности, более 100 национальностей. Задача сохранить. Потому что, когда нация начинает вымирать, этот вирус не ищет богатого, бедного, умного, не очень умного, талантливого, не очень. Он просто поселяется, а дальше уже как сработает природа и как это будет угодно Господу Богу. Поэтому суть в том, что есть задача вакцинировать. Поэтому я приведу такие примеры. Если, допустим, в Израиле, тоже, ну, сегодня в интернете все есть, 60% населения вакцинировано. Да. А нам, чтобы вакцинировать 60%, это где-то порядка, я хочу вам сказать, это взрослого населения, это порядка 160 тысяч человек. А мы только 10 тысяч. Значит, 150 тысяч эти люди будут друг друга заражать. Ну, понятно, значит, человек там 20 лет, 30, где-то, может быть, более легко перенести. И то это не факт, сегодня разное бывает. Но у него есть родители, есть соседи, кому-то 50, кому-то 70, и он их будет заражать. И это уже совершенно другая история может получаться. Мы сегодня, как бы, ну, не особо говорим, что делают американцы. Американцы сегодня в сутки вакцинируют полтора миллиона человек. Полтора. Поэтому возникает вопрос, а где мы? И что мы для этого делаем? Поэтому на сегодняшний день вакцина, она опробирована, она прошла все стадии испытаний. Значит, по западным источникам, я не говорю, потому что наши же нашим не верят, их обманывают. По западным источникам, значит, ведущих, значит, вирусологов мира, значит, эффективность вакцины 91,6%. Значит, сегодня 38 стран мира признали. Значит, да, в европейцах там есть свои подходы, тем не менее, Венгрия, Словения, Чехия, сегодня говорят Греция, Израиль уже закупают российскую вакцину. И самое главное, люди должны как-то как-то надо обратить внимание, это есть в интернете, сегодня уже ряд новостных передач показывают, сегодня отряд космонавтов вакцинирован в спутник ВИИ. Сегодня сборная команда России по разным видам спорта вакцинируется спутником ВИИ. То есть, уже сегодня люди должны наблюдать, и ты должен понимать, если есть желание болеть, болей. Правда, те, кто переболел, и я, в частности, тоже переболел, значит, есть возможность, сделайте Т-клеточный анализ, и вы там увидите, есть у вас клеточный иммунитет или нет. Если его нет, то надо делать вакцину. Значит, поэтому сегодня выбор за каждым, либо переболеть, а скажу, те, кто переболел, сегодня особой реабилитации, к сожалению, нет, потому что до конца все не отработано. И не все могут себе позволить наблюдаться у врачей, покупать какие-то витамины и прочее, и себя вытаскивать. Но последствия, с кем я говорю, после того, как люди переболели, особенно старшего возраста, они самые разные. Потому что вирус разрушает, во-первых, иммунную систему, это как бы основа, скажем, бытия или функционирование человека, оно разрушает еще и всю сосудистую систему, и нервную систему. Я не говорю о том, что оно носит удар по желудочно-кишечному тракту. И это масса вопросов. Люди наши, я не медик, но я с медиками общаюсь, потому что читаю, 25% тела человека, в теле человека, у него в весе, сосуды. У меня один доктор говорит, от себя куда угодно ущипни, течет кровь. Только сосуды разные, есть вены, есть крупные сосуды, а есть тоненькие сосуды, которые называются капилляры. Но мы все пронизаны. И в первую очередь, этот ковид, он бьет по капиллярной системе, сосуды головного мозга. И я на эту тему много с медиками говорю. И суть в том, что проблема такая есть. И сегодня почему весь мир, я извиняюсь, стал как бы на дыбы, значит, весь мир сегодня проводит целый ряд мероприятий. Смотрите, сегодня Чехия, локдаун, Словения, локдаун, запрещено передвигаться между районами сегодня в Словении и в Чехии. Потому что, повторяю, стоит задача сохранить популяцию. В частности, если Чехия, то это Чехия, Словения, это словенцы, значит, немцы, таки. А у нас просто вот есть просторы России, и на сегодняшний день на этих просторах есть задача сохранить жизни. И сегодня, если вы попытаетесь записаться, и надо записываться в Словении на вакцину, ее нету, у нас сейчас заказали, да, на доводчике стоят, то мы сегодня призываем, у нас сегодня вакцины достаточно, мы можем вакцинировать всех желающих. Поэтому, пользуясь вот этим случаем, вы еще раз, понятно, можно мне не верить, я не медик, мы сегодня стремимся обойти наше предприятие, вот вещаем, это здесь вещаю. Не верите? Зайдите в интернет, зайдите, значит, на какие-то сайты, которые рассказывают, что происходит в мире, что происходит у соседей, и чем чреват ковид, и тогда будет понятно. А мы для того, что можно было вакцинировать в нас на территории, сделали все. У нас сегодня в восьми поликлиниках пункта вакцинации, и правда туда, чтобы тебя вакцинировали, ты должен прийти, это паспорт, это СНИЛС, это полис ОМС, понятно, и должен заранее записаться, это если все касается поликлиник. Если у тебя нет времени, и ты не записался, то мы открыли девять точек по вакцинации. Это у нас и торговые центры Светофор, торговые ряды здесь вот в центре, мы открыли, значит, в орбите, значит, мы открыли, значит, в целом ряде МФЦ открыли точки, то есть на сегодня девять точек и по всем поселкам, по всем территориям, в микрорайонах. Поэтому на сегодняшний день, когда ты приходишь уже вот в эти девять открытых МФЦ, либо какие-то торговые объекты, есть пункты вакцинации, то ты приходишь просто с полюсом, с паспортом, значит, с НИЛС, просто зашел, показал, зарегистрировался и тебя провакцинировали. Получаска посидит, потому что врач осматривает до, и стоит задача, чтобы врач посмотрел после вакцинации, ну, скажем, как вакцина там повлияла, потому что вакцинация все по-разному переносит, но в целом мы с медиками говорили, есть какие-то, мы будем говорить, не то что отклонения, а немножко как бы нездоровятся, противопоказания, у 0,17%, 100% вакцинирован, это ни о чем, но смотрите, кто постарше, и я думаю, там, значит, вот люди, которые уже там 30 и более лет, никто же не ставит по сомнению, значит, вакцину от ОСПИ, все вакцинируются, значит, у нас ежегодно грипп, и кто следит за своим здоровьем, он вакцинируется от гриппа, сегодня, да, появился этот вирус, я вам скажу, значит, ну, мы по-разному относимся к Советскому Союзу, был бы, условно говоря, на Советский Союз, возможно, были бы другие подходы, волевым путем, в течение суток всех бы всю страну вакцинировали, но она сегодня элементы демократии, мы уговариваем, выжидаем, но, повторяю, каждый, пускай, как-то просмотрит свое окружение, он найдет заболевших, и найдет тех, кто уже ушел из жизни, поэтому стоит задача себя сохранить, здоровье сохранить, потому что, еще я хочу сказать, что наши жители знали, допустим, ну, где-то смертность на сегодняшний день, она там разная, там, в пределах, там, 2-х, там, процентов, может, чуть больше, но у нас особо не говорят, те, кто был в стационарах, то есть, кто-то попадает в стационаре, это человек, который заболел и требует стационарного лечения, уже, как бы, какие-то тяжелые последствия, в течение полугода смертность среди них 10%, 10%, я уже не говорю о тех, кто выжил, а дальше, какие осложнения, а дальше можно работать на аптеку, заниматься, потому что, с течением времени, тот удар, который нанес ковид, эти осложнения только будут проявляться, поэтому здесь есть над чем задуматься, и я тут никого не пугаю, есть у нас сегодня врачи, есть литература, самое главное, есть интернет, у нас почти сегодня каждый любитель интернет, залезть и смотреть. Да, и к теме вакцинации мы обязательно еще вернемся, а сейчас у нас телефонный звонок, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Екатерина, мне хочется задать вопрос следующего содержания, скажите, пожалуйста, кто должен заниматься благоустройством территории у станции Московской железной дороги? Вот приезжаешь в станции Люберцы, и видишь киоски, и рынки 70-х, и бомжи у КАЗ, а как хочется увидеть благоустроенную, красивую территорию с зонами отдыха, с торговыми центрами? В принципе, это по всей железной дороге в этом направлении, и Малаховка, и отдых, и везде неблагоустроенные территории, кругом эти старые киоски, а хочется, ведь станция, это как вокзал, лицо города. Хочешь, чтобы оно все-таки выглядело более приятно? Спасибо, Екатерина. Екатерина, спасибо вам. Я отвечу коротко. Вопрос, конечно, такой объемный, и особенно, что касается Люберец, станция Люберца-1, и касается любой станции, там Малаховка, там Милина, Краскова, Ухтомка, не важно. Значит, вот как бы эти территории состоят из двух, как бы, собственников, значит, вдоль железной дороги, там есть определенная полоса отвода, это собственник железной дороги, а уже за полосой отвода это собственник, есть муниципалитет, есть ряд территорий, там, земельных участков, где собственность за регионом, и на этих территориях еще есть и частные собственники, поэтому здесь собственник частник, здесь собственник муниципалитет, регион и железная дорога. И на сегодняшний день я хочу сказать, чтобы вы тоже знали, мы занимаемся реконструкцией или созданием транспортно-пересадочного узла станции Люберца-1. Мы на эту тему много говорили. Значит, станция ТПУ Люберца-1, она находится в пилотном проекте создания ТПУ в Московской области. И сегодня у нас есть предпроектное решение. Мы сегодня готовим конкурсную документацию. И будем совместно с железной дорогой, с правительством Московской области, я думаю, мы объявим где-то, я думаю, может быть, летом конкурс на создание транспортно-пересадочного узла, потому что строить транспортно-пересадочный узел в основном будет частный инвектор, но ему будут даны обременения, обустройство транспортно-пересадочного узла, создание неких таких общественных зон, пространств, создание парковочных мест. И понятно, коль это частник, будет какая-то бизнес-зона, бизнес-территория. Значит, мы этой темой занимаемся давно. В красной линии мы в свое время ввели 23 гектара земли по станции Люберца-1. Я надеюсь, что если мы отыграем вот эти конкурсные процедуры, появится застройщик, тогда вместе с правительством Московской области. Эта тема, кстати, находится на контроле у губернатора Андреевича Воробьева, и он мне постоянно эту тему напоминает и, скажем так, поджимаешь, надо вопрос решать. Мы сегодня в стадии решения. Более того, сегодня этим вопросом занимается ряд структур Сколково. Я думаю, что совместно с специалистами, с экспертами Сколково мы подготовим некую документацию, выйдем на конкурс. И я надеюсь, что где-то к концу года должен появиться инвестор, который приступит к реконструкции и созданию транспортно-пересадочного узла. Это станция Люберца-1. Что касается других станций, тоже будем эту тему думать, как-то решать, потому что на самом деле вид неприглядный. Это тоже факт. Спасибо. Ну и мы возвращаемся к теме массовой вакцинации. Еще один стационарный пункт вакцинации открыли в поселке Малаховка. Насколько он востребован среди жителей и какие условия приема? Узнаем из сюжета. Надоело сидеть дома и бояться за здоровье близких. Так жительница Малаховки Светлана Матвейко объяснила свой приход в пункт вакцинации от COVID-19. Прививка, уверена, женщина вернет жизнь в привычное русло. Хочется помечтать про отпуск, про друзей, про путешествия, про все, что я люблю. Хочется в кино с внуком. А вот это годовалое сидение наше как-то уже надоело. Поэтому прививка кажется просто спасением. За вакциной далеко ездить не пришлось. Стационарный пункт открылся недалеко от дома. В здании территориального управления Малаховка-Краскова. Предварительная запись, в отличие от поликлиники, здесь не нужна. Все, что требуется, это паспорт, полис ОМС, НИЛС и отсутствие противопоказаний. Противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, возраст до 18 лет, беременные и кормящие мамы. Новый пункт вакцинации работает три дня в неделю. По вторникам и средам сделать прививку можно с 16 до 21.00. А по субботам с 11 до 15.00 перед уколом каждого пациента осматривает врач. Мы также делали и в детстве прививки, нам делали, и я думаю, что в этом нет ничего такого страшного. Обычная прививка, ничего более. Вакцинация проходит в два этапа. После первого укола должно пройти три недели. Каждому, кто сделал прививку, выдают памятку с информацией о возможных побочных действиях и о самом препарате. Эффект от вакцины, безусловно, есть. Гам-ковид-вак опубликованы данные об эффективности 91,6%, что является очень хорошим показателем. Именно эта вакцина у нас сейчас есть в наличии. И об этой вакцине накоплен максимально возможный опыт по ее применению. Мы ей вакцинируем с 25 ноября. На базе Люберецких поликлиник открыто 8 пунктов вакцинации от COVID-19. Еще 9 стационарных точек развернута в торговых центрах и местах массового посещения людей. Ознакомиться с адресами и графиками работы прививочных пунктов можно на сайтах администрации городского округа Люберцы, Люберецкой областной больницы и в соцсетях. Владимир Петрович, по какому принципу принимается решение, где открывать стационарный пункт вакцинации? И ждать ли открытия новых пунктов еще? На сегодняшний день я могу сказать, что все эти вопросы мы решаем и с медиками. Потому что как мы открываем эти пункты вакцинации? С медиками определяем место. И самое главное, каждый пункт вакцинации должен быть с холодильником для хранения вакцины. Холодильники мы приобретаем не за счет бюджета, а слава богу у нас есть предприниматели, бизнесмены. И мы выходим с просьбой, и еще нам никто не отказал. Поэтому медицинское оборудование, понятно, это медики, мы холодильники. И места тоже вместе с медиками, исходя из того, чтобы это был более-менее нормальный доступ жителей к этой точке вакцинации. Поэтому я уже говорил, мы 8 мест в поликлиниках открыли по всей территории, и плюс 9 мест мы открыли в разного рода торговых центрах. Каким-то образом мы стремились эти точки открывать, чтобы был доступ. Например, я скажу, если мы открыли в орбите, о чем вы показывали сюжет, то как раз в том микрорайоне нормальный доступ с жилой зоны. Если мы открыли пункт вакцинации, скажем, в Малаховке, прямо в здании администрации, в центре поселка, люди с разных сторон могут стекаться и рядышком железная дорога. Таким образом мы стремимся открывать пункты вакцинации, чтобы был нормальный, упрощенный доступ к этой точке, где проходит вакцинация. То ли это пешком, то ли это на транспорте, то ли чтобы была где-то рядышком парковка, если ты подъехал, оставил машину, зашел, провакцинировался и уехал. Поэтому на сегодняшний день у нас таких пунктов уже с вами, я уже сказал, 17. И по нашим оценкам, по нашим консультациям с медиками пока не надо. Более того, есть в принципе вообще подходы, если в течение дня приходит человек 20 вакцинироваться, то возникает вопрос, а есть ли целесообразность держать врача, медсестру и так далее. Поэтому вот мы сегодня с вами вместе, я пытаюсь достучаться до наших жителей, по этой точке есть, потому что там если не будет потока жителей, я бы этого не хотел, но мне будет медик и говорит, может мы их прикроем, и пускай кто хочет вакцинироваться едет в какие-то другие места, которые мы оставим. Поэтому на сегодняшний день пока вот этих точек, которые мы открыли, их достаточно. Спасибо, Владимир Петрович. Ну, тема ковида и вакцинации, конечно, это такая обширная и сложная. Мы еще вернемся к ней. А пока я предлагаю заслушать телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Да, да. Значит так. Здравствуйте, Владимир Петрович. Добрый вечер. Меня зовут Алексей Степкин, я живу в городе Любовь, микрорайона высшей школы. У меня вопрос такой, Владимир Петрович. Вот я сколько раз проходил мимо комбината ВНТ, который до сих пор уже раньше в типографии было. И вот понимаете, Владимир Петрович, здание скоро разрушится. Когда будете реставрировать его? Ну, я, Алексей, ваш вопрос услышал. Ну, во-первых, ВНТ, значит, это был институт, как бы там, типографии, который был в системе Академии наук. Он так и остался. И это, по сути, федеральная собственность. Мы, как муниципалитет, к нему не имеем никакого отношения. Но я с вами согласен. Я постараюсь вместе с административно-техническим надзором, нашими надзорными структурами, каким-то образом повлиять. А повлиять, каким мы можем образом? Ну, во-первых, написать письмо и обратиться. Если нас не понимают, тогда выходить с какими-то штрафами и прочими делами для поощрения или, как говорят, для понуждения, чтобы эта территория была приведена в некий порядок. На сегодняшний день это, будем так сказать, объект хозяйствующий, который находится на территории, и он федерального уровня. Да, и еще один вопрос есть у Алексея. Алексей, пожалуйста, задавайте второй вопрос. Вопрос задать. Вот я хотел спросить, когда будет начать строительство эстакады в Любрицах? Вы имеете в виду Октябрьский проспект? Да, да, да. Ну вот, приступили к расширению. Сегодня проводят работы по укладке коммуникаций, по перекладке этих коммуникаций. Поэтому я думаю, если все нормально будет, то где-то летом приступят к строительству. И думаю, что где-то в конце 2022 года эту эстакаду должны завершить. А так, в целом, реконструкция Октябрьского проспекта, она будет до 2025 года. Значит, где-то 2024-2025 год, последний этап, пятый, это будет реконструкция моста через Мальчики. Вот этот мост, его, он сейчас там четыре полосы, расширит до шести. Поэтому это пятый этап реконструкции Октябрьского проспекта. Поэтому вот такие планы. Спасибо, Владимир Петрович. Ну и немного полезной информации на тему вакцинации. Привиться может любой желающий, как самостоятельно обратившись в пункт вакцинации, так и организованно, например, трудовым коллективом. В этом случае работодатель вправе заказать партию вакцин на предприятие, где сотрудники смогут привиться. То есть получается такой временный пункт вакцинации на рабочем месте. Именно так поступило руководство промышленного технопарка «Лидер». И вот, что об этом говорит Евгений Клинецкий, руководитель компании по производству безалкогольных напитков «Лидер». Давайте послушаем. Во вторую волну мы провели тестирование всех наших сотрудников на антитела. И осенью у нас процент зараженных, болеющих и переболевших был больше 40%. И поэтому мы обратились к руководству Люберецкого городского округа с просьбой, чтобы нам пошли навстречу, предоставили максимально быстро вакцину. Потому что у меня некоторые службы уже перестали работать из-за того, что количество заболевших было такое, что они не могли выполнять свои функциональные обязанности. Все руководители, начиная с уровня подразделений и до генерального директора, то бишь до меня, вакцинацию все сделали. Мазочные режимы отменили. В общем, это сейчас потеряло свою актуальность. Жизнь налаживается. Ну, действительно, жизнь налаживается, возвращается в привычное русло, ограничения постепенно снимаются. Ну, я добавлю к этому репортажу, чтобы наши жители знали, по крайней мере, весь бизнес-сообщество, руководители на территории нашего городского округа знают, что там, где более 20 человек изъявили в коллективе вакцинироваться, то мы по договоренности с руководством направляем туда передвижной пункт вакцинации, где врач, ну, автомобиль, понятно, врач, медсестра выезжают, делают обследование, делают вакцинацию. Это делается в течение дня. То есть мы пошли навстречу. У нас есть сегодня 17 пунктов вакцинации, 8 поликлиник, 9 всевозможные другие объекты. Но мы пошли по пути того, где есть коллектив и более 20 человек желающих, мы туда направляем мобильную вакцинацию. Поэтому на сегодняшний день мы идем навстречу, предлагаем самые разные варианты. Предлагаем, чтобы человека по поистикам не отвлекали. Более того, мы говорим с работодателями, человек, который сделал вакцину в этот день, отпустите его с работы. И, как правило, руководители идут на этот шаг, в том плане, сделай вакцину, ну, и в этот день можешь отдохнуть, и мы скажем тебе спасибо, за то ты впоследствии будешь здоров. Ну, и тоже я об этом не говорил. Эта вакцинация, она из двух этапов. Первый этап отвакцинировался, следующий раз через 21 день. Через 21 день, вторая прививка, и тогда человек гуляет, свободный. Всех по-разному организм работает. У меня есть друзья, где после первой вакцинации, там уже полторы тысячи, значит, показатель антител. Значит, у кого-то такое количество после второй вакцинации. У некоторых есть и три тысячи. Разный организм по-разному реагирует. Но суть в том, что после вакцинации, я уже говорил, минимум 91,6% у них есть антитела, и они, по сути, более в безопасном, защищенном состоянии, нежели те, кто не вакцинировал. Да, спасибо вам за это уточнение, Владимир Петрович. Вот накануне Нового года, примерно в начале декабря, в округе был утвержден бюджет, и составленные планы на текущий период, которые необходимо реализовывать. И наверняка самое важное среди этих планов, это, конечно, сдача в эксплуатацию школ, детских садов, продолжение работы благоустройства дворов, сегодня мы тоже уже об этом частично говорили, общественных территорий, также парков. Владимир Петрович, а вот каким направлением сегодня придается особое значение в этом плане дел? Ну, я бы сказал, что у нас работы на территории разные и много, и суть в том, что я везде и всюду говорю, что Люберцы – это столичный регион, и наши жители хотят, чтобы были столичные мерки. И, в первую очередь, это все вопросы связаны с обустройством, благоустройством, с обустройством территории, проезд, дороги, тротуары. И можно нас критиковать, и люди делают это правильно, что критикуют, но я всегда говорю, давайте вспомним, Люберцы там 10 лет назад, 5 лет назад и сегодня. И вот динамика, и она такая, динамика в плюс. Поэтому мы ставим задачу, в первую очередь, обустраивать городские территории, и у нас по плану, мы, как правило, планы строим, и мы советуемся с нашими жителями, мы снимаем срез, аналитику социальных сетей, мы выносим вопросы на совет депутатов, мы выносим вопросы на общественную палату. То есть мы стремимся понять, потому что денег у нас столько-столько есть. И, конечно, было бы и гораздо больше, мы бы совершенно по-другому шагали. Но мы шагаем в соответствии с теми деньгами, которые есть. Поэтому те деньги, которые у нас были предусмотрены на 2021 год, они распределены, расписаны вместе с нашим таким активным сообществом. Поэтому в 2021 году мы планируем, скажем, обустроить такую въездную группу. Это Октябрьский проспект 8, дроп 3, это где у нас стоит стелла въездная со стороны Москвы. Это пространство будет, мы новую стеллу поставим, посоветуемся с нашими жителями, какой она должна быть, эту территорию обустроим. Потом многие знают гарнизон, все-таки в гарнизоне там за 30 тысяч жителей проживает. И пространство рядышком вокруг дома офицеров, как мы говорим. Оно требует обустройства каких-то современных подходов. Тоже мы верстаем проект, согласуем с жителями, и мы это пространство обустроим. Тоже мы эти планы ставим. У нас было очень много жалоб по парку Лапсов Томилина. И мы сделали в том году концепцию, утвердили смету на обустройство парковой зоны, парка Лапса. Там небольшой лесной массив, там более 4-х газа земли. Тем не менее, это будут и прогулочные зоны, это будут зоны отдыха, это будут детские спортивные площадки, это освещение, все, что требуется для того, чтобы это стало такой красивой зоной отдыха. Тем более, Томилина жители очень много на эту тему писали, говорили, мы обустроим. Мы последние два года обустраиваем парк Малаховское озеро и должны завершить третий этап. Это замкнуть тропинную сеть вокруг Малаховского озера, сделать мостик. Я думаю, что люберчане, малаховцы знают, это в сторону Удельной. Там такой есть перешаек, там эта речка Македонка впадает в Малаховское озеро. Там будет мостик, таким образом мы закольцуем эту территорию. Это станет такая красивая зона отдыха. Как мне говорят, она чисто европейская, она реально красивая, потому что любой водоем это украшение. А мы там все это обустроили, сейчас вот будет весна, я думаю, вы покажете репортажи. Сегодня зима, я туда именно захожу, там всегда люди. Там люди, хотя зима, мороз, снег, там люди гуляют, получают удовольствие, потому что на самом деле красиво. Но правда на эту тему деньги не предусмотрены, но я по этой теме рассуждал в области. Будем надеяться, что мы деньги найдем и эту зону тоже обустроим. Ну а в целом у нас мы планируем обустроить 39 дворовых территорий. Это все, что связано с дворовой территорией. Это и детская спортивная площадка, это освещение, это, здесь вопрос сегодня звучал, это место, где стоят контейнерные площадки, там, где требуется, значит, мы будем создавать дополнительные парковочные места. То есть мы будем нашу территорию обустраивать. Поэтому это вот такие крупным планом, таким крупным мазком по темам, которые я сейчас озвучил. Помимо этого мы будем дальше заниматься, потому что, я уже говорил, мы планируем где-то, у нас будет 15 стеркционных зон, и мы в этом году должны приступить к концепции проекта парка в Октябрьском. Значит, по-моему, называется там парк, по-моему, лесная опушка, мы ее назвали. Мы из лесфонда взяли 23 гектара земли. Мы говорим о том, что должен появиться парк Победы в Красково, мы этим будем заниматься, нужно делать проекты, и там есть проблемы с ЛЭП, ее надо поднимать, мы ее не перенесем, потому что она достаточно низкая, а место там хорошее, тоже возле водоема. Поэтому я уже не говорю о дорогах, мы ставим задачу, верстаем. Я думаю, что не менее 30 дорог должны в этом году обустроить, отремонтировать. Я не сказал, сегодня так получается, и люди тоже жалуются. Сегодня в силу зимы, в силу оттепли, перехода через зной, появляется много ям на дорогах, поэтому мы ставим задачу ямочный ремонт достаточно активно вести, чтобы избавиться от ям. Но те дороги, которые, скажем, будут максимально, скажем, повреждены и придут, конечно, в негодность, мы их все должны капитально отремонтировать. Поэтому такие планы, это, повторяю, крупным мазком, а так, каждый вопрос требует своего подхода, требуются деньги, сметы, утверждения. Как правило, все, что происходит в бюджете, это конкурсные процедуры, это аукционы. Они проходят, как правило, на электронной площадке, находятся на электронной площадке в Московской области. И мы порой не знаем, кто выигрывает. Иногда выиграют разные. Это уже другая история совершенно. Но есть над чем работать. Да, и вот как раз на тему благоустройства, вы уже немножко сказали об этом, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Да, мы слушаем вас. Давайте. Добрый вечер. Добрый вечер, Владимир Петрович. Да. Добрый вечер. Вы знаете, по какому вопросу? Я живу на улице электрофикации, дом 19, квартира 47. Дело в следующем. Мы тогда, ну, у меня когда-то выдрали здесь все кусты, вы, может быть, помните, я приходила к вам на прием, мне здесь засадили, комардин помог, и вы помогли, и кусты посадили, и заборчик посадили, все было нормально. Я развожу здесь таким трудом столько цветов посадили. В этом году даже снимали мои цветы, так было красиво. Нет, пришел новый ЖЭК у нас, это самое, пришли новые девочки из техники, смотрите, и взяли у меня, сняли весь забор. Теперь у меня здесь в двух метрах от моего окна, по моим цветам, по всем этим тюльпанам, по всем кустам, выгул для собак. Со всего района у меня гуляет в двух метрах от окна собак. Это же ужас какой-то. Мне обещали, что мы вам восстановим в этом году. Ну, что-то я неверно, что меня восстановит это самое забор. Ну, просто невозможно, житья нет. Как вас зовут, как вас зовут? Ну, Владимир Петрович, помогите, пожалуйста. Как вас зовут? Я вас просто умоляю. Как вас зовут? Как вас зовут? Не скажите. Да, представьтесь, пожалуйста, ваше имя назовите. Как зовут? У меня Сарыкова Ирина Валентиновна. Я инвалидная группа. Ирина Валентиновна, смотрите, я попрошу моих коллег, они запишут ваш телефон, и я не вижу проблем. Мы эти вопросы, что вы сейчас поставили, мы их решим. Так что, Ирина Валентиновна, вам огромное спасибо за то, что вы украшаете свою территорию вокруг дома. Далеко не все так делают. Вам за это огромное спасибо. Ну что ж, мы продолжаем то, что касается планирования, то в ближайших планах практически у каждого из нас это встречать красивый весенний цветочный праздник. И вот как раз к этому празднику, наверное, постепенное снятие ограничений пришло именно к Международному женскому дню. Хотя самый главный подарок к этому дню, это, конечно, сама женщина, ее умение заботиться, ее умение любить, создавать, созидать. И ее сила. Как раз таки, люберчанкам не занимать этих качеств. И вот и дома, и на работе они достигают высоких результатов. Как у них это получается? Узнаем из сюжета. Рейс готова, могу спокойно выезжать. Перед выездом проверка технического состояния. Убедившись, что железный конь готов к труду, Ирина Андреева садится за руль крупногабаритного автобуса. Последнее приготовление и в путь. На протяжении семи лет Ирина работала кондуктором. Наблюдая за водителем, решила взять управление транспортом в свои женские руки. Впрочем, любая мужская работа ей по плечу. Я все умею. И гвоздь забить, и присверлить, и просверлить что-то, и шкафчик повесить. И еще у меня есть одна профессия. Я сварчик четвертого разряда. У нас две сестры, две дочери у родителей были. Папа меня как старший воспитывал мальчишкой. С тем, что водитель автобуса профессия не для женщин, Ирина не согласна. Такого же мнения придерживаются пассажиры. Женщинам в большей степени доверяем, чем мужчинам. Почему? Потому что женщины более ответственны. Именно эта черта характера привела в профессию и Ольгу Лебедеву. Начинала карьеру также с должности кондуктора. Ответственному сотруднику предложили обучение на водителя. Женщина согласилась и не пожалела. Удивляются. Ой, да, мы за рулем. Приятные комплименты говорят. Это как бы бодрит. Когда выходят, говорят, ой, спасибо за плавное вождение, за хорошую доставку. Нет пассажиров плохих. Просто надо как бы найти подход к каждому пассажиру. Я это тонко чувствую. Всего в Люберецком филиале Мострансавта работает 12 женщин-водителей. На хрупких женских плечах лежит и руководство крупной транспортной компанией. В автоколонии 1787 Евгения Гусева уже 27 лет. Последние 4 года возглавляет предприятие, где подавляющее большинство сотрудников – мужчины. Я была первой женщиной, руководителем именно Мострансавта. Конечно, это была большая ответственность. Это такой вот, знаете, карт-бланш, который мне доверили руководители. Ни женских профессий не бывает. Уверены наши героини. Главное, по их мнению, любить свою работу и делать ее с удовольствием. Это оценят и коллеги, и пассажиры. Спасибо вам большое. С наступающим праздником. Больше вам улыбок и хорошего, позитивного настроения. Ну что ж, Владимир Петрович, пришло время поздравить жительниц Люберец с праздником. Я думаю, что я далеко не исключение. 8 марта перед каждым, я думаю, мальчишкой, мужчиной всегда это хлопоты. Они хлопоты радостные, ну, и мысль, что они обременительные. Но, по крайней мере, каждый мужчина, по-русски говорят мужик, он загружен. Загружен, потому что есть домашние девчонки, дочери, супруга, у кого мама жива, теща. Ну, теща тоже мама, да? Конечно. Я там шутя, мы говорим, но у нормального мужчины, теща, это тоже, это вторая мама, и это тоже радость, это тоже факт. Я уже не говорю о том, а когда мы работаем в коллективе и работает вторая семья, то это тоже, значит, рядышком женщины, девчонки, подруги, которым надо уделить внимание и поздравить. Поэтому есть в этом плане над чем задуматься. И вот я могу сказать, я тоже шутя говорю, что есть такая немножко сумасшедшая неделя перед Новым годом. Все понимают, Новый год готовится, вот на работе итоги подводники, до бумаги пишем, какая-то отчетность. Ну, надо же как-то и готовиться к Новому году, мы там сувениры и прочее. То есть такой забег недельный. И я могу сказать вот по себе, сколько я себе помню, перед 8 марта что-то это подобное перед новогодних праздников. Потому что какие-то хлопоты, заботы, мысли. Поэтому это хорошие заботы, хорошие мысли. Поэтому, конечно же, хочется наших женщин поздравить, но я в этом репортаже была такая, сказано, ключевая фраза. Женщина более ответственна. И это, я скажу, попало женщине, которая эту фразу сказала, в десятку, потому что вот сколько я работаю, работал в самых разных структурах, где-то на ключевых должностях, а, как правило, моими заместителями, помощниками всегда женщина. Потому что мужчина так устроен, ну, может забыть, может что-то еще там придумать по дороге и не прийти, и потом объясняться, почему не пришел. У женщин такого не бывает. Они не забывают, они приходят, они исполнительные, они запредельно ответственные. Поэтому мы говорим, что женские хрупкие плечи, это правда, но основная работа повсеместна. Это, я хочу сказать, как правило, женщины. Вы посмотрите вокруг себя, вот в коллективах, неважно, это, скажем, силовые структуры. Вот я смотрю за нашей полицией, да, руководят мужчины, но на ключевых должностях, и внизу это женщины, рутинная работа это женщины. Вы возьмите нашу прокуратуру, судоверусиловый блок, женщины. Я не говорю про социальную сферу, где, значит, образование, садики, медики, там женщины. И это правда, и повсеместно. Поэтому даже показали такой сюжет, где водители и так далее, тоже женщины. Ну, женщина такая необычная женщина, и с варчиком еще и работала. К тому же. К тому же, да. И таких нас много. Поэтому, дорогие наши любимые женщины, девушки, девчонки, я сегодня хотел бы, конечно же, всех вас поздравить с наступающим праздником 8 марта, потому что это, ну, красивый весенний праздник. И даже вот сегодня как-то так получилось, вот календарный месяц, 1 марта, и как-то оттепель прошла, солнышко засветило, лужи появились, значит, вот просто радость. И выходишь из дома, и птички уже поют совершенно по-другому, потому что весна, она ощущается повсеместно. И весна-то связана с женщиной, с девушкой, с какой-то радостью, какой-то, ну, каким-то светом, с каким-то таким солнечным светом. Такая красивая цветовая гамма, радуга, радость. И я сегодня хотел бы вот всем нашим девчонкам, девчонки, не зависи от возраста, они все девчонки, пожелать, чтобы всегда были любимы, любили, чтобы вас жизнь радовала, чтобы домашние вас только радовали, ничем не огорчали. Искренне хотел бы пожелать, чтобы все, к чему вы стремитесь, у вас это получалось. Вы знаете, мы всегда говорим очень много красивых слов, вот в канун 8 марта, в день 8 марта. Я хотел бы искренне сказать, чтобы эти слова произносились не только в канун 8 марта, но желательно как можно чаще. Сказать, что каждый день я тоже буду немножечко лукавить, но хоть как можно чаще, это было бы замечательно. Ну, а кроме слов, должны быть какие-то действия. Это в работе, это помощь по хозяйству, это просто ласковый взгляд в сторону жены, девушки, женщины. Это тоже прекрасно, отлично, это поднимает настроение. Поэтому я хотел бы, дорогие наши любимые девушки и женщины, счастья вам, благополучия вам, надежного мужского плеча, поменьше вам забот, хлопот, просто радуйтесь, наслаждайтесь жизнью. Поэтому вам за все спасибо. Отдельные слова я сегодня хотел бы сказать нашим женщинам, медикам, потому что это героические поступки были в течение прошлого года. Поэтому, друзья мои, радости, счастья, не болейте, радуйте себя, радуйте нас, потому что без вас мы никто, да и жизнь без вас кто нам даст? Только женщина. Поэтому, девочки, здоровье, благополучие, счастье и материального достатка, это тоже очень важно. Поэтому любите, будьте любимы. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо вам. Спасибо за добрые пожелания, спасибо за ответы на наши вопросы. И, друзья, напоминаю, это был диалог с главой. Мы благодарим вас за внимание и проявленный интерес. С наступающим Международным женским днём, женщины. Всего доброго. С праздником. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!